Друзья, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о чем? Это будет мнение о мотоциклистах, общественности, всех этих обеспокоенных людей, что они думают. В основном они думают так, что это всякие лихачи, бездельники, малолетки, уклонисты и вообще прочие трудьями. Но я хочу вам сказать некую такую вещь, подвести черту. Есть, конечно, негативная сторона. Давайте мы с нее начнем. Что же о нас думают? То есть идет разная травля, настраивают людей против тебя, выдумывая история, создают провокации разного рода характера. Например, клевета. То, что просто человек едет, чуть ли кого-то не сбивает. Но что значит чуть ли кого-то не сбивает? Если кто-то там хотел перейти дорогу, начиная, только начал там переходить или хотел перейти, там где-то вдалеке увидел шумящий мотоцикл. Ну, еб твою мать, ну что значит чуть не сбил? Ну, как по мне, это вообще бред. Или там, а вдруг ребенок выскочит на дорогу? Ну, что значит вдруг ребенок выскочит на дорогу? Ну, это уже, знаете, вопрос родителей, как они их контролируют, как они им заложили в голову, как нужно переходить дорогу и прочее. Как бы, ну уж извините меня, дети не должны на дороге общего пользования там играться, выходить, выбегать, как я тут проезжал. Тут была история, что там, а где им еще играться? Родители отвечают. Что значит, где им еще играться? На дороге, что ли? Где хотите, пускай играются, но не до дороги уж точно. Это очень огромное упущение. Или там самая смешная фраза там была, сколько лет уже, а, типа, тебе сколько лет уже пора бы там свою семью, детей завести, а ты тут детей катаешь. Ну, во-первых, это тебя волновать не должно, что, когда, как, не, семью строит там и прочее. То есть, это мое желание, там, кого я катаю, не катаю. То есть, ну, то есть полный бред, сами должны понимать. Или там, типа, предъява, я не хочу, чтобы мой ребенок там лет так 12-14 был там в интернете, в видео у тебя, удали видео. Я такой, окей, а что такое? Ну, там, я не хочу. Ну, говорю, хорошо, я там замолю, заблюрю. Нет, я хочу, чтобы ты удалил, а то я буду писать заявление в полицию. Типа, а нас насчет чего? А, не знаю, там, домогательство, педофилия, ебать. Я вообще поражался от таких людей. Я говорю, хорошо, я заблюрю там все эти вещи. Я хочу, чтобы прямо сейчас, я сейчас не могу, сейчас занят. Ну, короче, пришлось там скидывать звонки, там, мужа поцеловала своего с теми же предъявами. Я говорю, мужик, тормози, успокойся. Здесь, как бы, все обошлось, закончилась там улыбкой, договорились, там, я сказал, что, как бы, я все уже сделал. Говорю, ну, вот эти вот провокации, там, со стороны жен, блядь, ну, это бред. То есть, мог бы быть исход и другой, конечно же, понимаете, там, дошло бы до драки, там, все эти вещи. А из-за чего? Из-за того, что, там, его спровоцировала жена, давила на него. Ну, это конченые поступки, как по мне, не знаю. Даже вот, после вот этого вот случая, я просто перестал катать, либо каких детей, я сразу говорю, хочешь, чтобы прокатил, там, разрешение от родителей, позвони при мне, приведи родителя, скажи, да, хорошо, можно, я тебя прокачу. Там, со шлемом, без, ну, обязательно, конечно, за шлемом катайте, и вообще сами в экипировке катайтесь. Ну, то есть, ситуации есть совершенно разные, сами поймите, то есть, конфликтов масса. Люди как-то негативно настроены, негативно реагируют, но не без этого. Ах, конечно же, забыл же самое основное, это, чтоб ты сдох, чтобы ты разбился, о, как ты катаешься, там, смотри, твоя судьба будет как Мотоданя, до этого Диабло, там, еще кто-то, всех просто вспоминают сумасшедшие, там, мы тебе будем и пробивать колеса, и будем канаты натягивать, там, боже, люди, вы просто какие-то, я не знаю, убийцы, что ли, что, чем, чем, о чем вы вообще думаете, какие у вас вообще мысли, вы, что, бля, неадекватные, да что, бля, попроще реагируйте, что вам не живется, думайте о себе, живите своей жизнью, что вы так лезете к другим, бля. В общем, как я и сказал, разные категории людей бывают, и, то есть, такое есть не без такого, что есть там и хулиганы, и не хулиганы, но за этим всем скрывается целая культура мото-жизни. Лихачи есть, были и будут, но кто-то это делает с опытом, там, на площадках, там, в определенных местах, но есть и на дорогах общего пользования, конечно, делают, но видя, что нет никакого препятствия, ни детей там, ни машин, ни какого-либо транспорта, и без вреда для окружающих, то есть, с опытом это все делается, это тоже нужно учитывать. Могут быть, как бездельники, как я, например, но также и есть, довольно-таки, состоявшиеся люди разных классов, от бедных и до невероятно богатых людей. Возрастная категория, не скажу, что она есть, как от маленьких детей, так и до стариков. Почему это все происходит? Потому что мотоцикл вам дарит эмоции, воспоминания, знакомства, адреналин, куча историй и прочего. Мотоцикл – это часть вас. Он будет отражением ваших эмоций. Нет у вас настроения? Сел за бань. Хотите подарить эмоции кому-то? Посадите за бань. Путешествуйте, фотографируйте, снимайте видео. Это все круто. Это все вам подарит столько энергии позитивной, что я вам просто не могу передать словами. Это все ваши воспоминания. Будет что вспомнить, рассказать вашим друзьям, детям, внукам и прочее. В общем, байк вам даст незабываемые эмоции, воспоминания, снимет стресс, тревоги, новые знакомства, отношения. Люди даже семь не заводят благодаря мотоциклу, познакомившись. У кого-то даже выполняется мечта, приобретя байк, или вас просто кто-то прокатит, и выполнится ваша мечта. Очень классная мотокультура, где вы можете реально увидеть мир, можно сказать, если есть возможность там, конечно, колесить по всему миру. Нет у вас никаких-то базовых ограничений по политическим интересам. Вот. Это все действительно очень классно. Разная есть мотокультура в каждой стране. То есть это все приветствуется, везде классно, образованно. Конечно, да, я не признаю тех людей, которые бухают и садятся там за мотоцикл. Я сам не бухаю. Вообще это редко, чтобы я когда-то пил. Но для меня это, ну, просто крест. Я как бы не сажусь. Не сажусь за байк. И как бы даже если у меня супер плохое настроение, это всегда не есть хорошо. Вот. Поэтому и вам точно так же советую, ребятки, обязательно, конечно же, катайтесь в экипировке с опытом, там, проходите мотошколу, все эти вещи обязательно, конечно же, и катайте вторых номеров пассажиров ваших, точно так же одевайте хотя бы шлем. Если вам что-то не нравится, я именно к тем людям, которые там просто видят мотоциклиста, просто подойдите спокойно и что-то скажите. А те, кто привыкли говорить, а вдруг выскочит ребенок, это сугубо, знаете, ваша ответственность, ваше воспитание к вашим детям. В первую очередь. Не снимайте ответственность себя, как с родителями. То есть, если вы слышите сирену, которая гудит, вы же знаете, что нужно делать. Вы там бегите в укрытие и прочее. То же самое, если вы слышите, едет мотоцикл, бегите в укрытие. Только ваше укрытие, это вы остаетесь на тротуаре, либо на дорожке, где вы там, если вы стоите на зебре, помните, что это не дает вам преимущества. Изучайте пункт 4.14. Нужно убедиться, что вас увидели, и готовы вас пропустить. И точно так, что и водитель должен убедиться в том, что вы там видите его. Это двуякая ситуация. Читайте, образовывайтесь. И точно так же учите ваших детей. Я ставил выхлоп для своей и вашей безопасности. Знаете почему? Для своей безопасности, чтобы меня слышали, как водителя, если меня не видят по зеркалам, то они хотя бы меня услышат. Хотя и для этого есть еще свет, постоянно включенный, постоянно ближний. И есть для этого выхлоп. И точно так же, на дорогах общего пользования, чтобы там детишки, и вы, все люди, в принципе, вы слышали, что едет транспорт. Обратите внимание, не нужно выскакивать на дорогу. Едет транспорт. Вот вся суть того, что я хотел вам довезти, ребятки. Поэтому, надеюсь, вам видеоролик был полезный, позитивный, познавательный, интересный. Давайте будем друг друга уважать, ценить, и у нас все будет замечательно. нас тут хотели порадовать прекрасным подгончиком. Думаю, вы, каждый из, любимые половинки, можно подарить. Кому угодно, просто себе на память. Это будет очень классная штука. Очень понравится любому. Просто чудеса. Сейчас мы увидим человечка, который нас ждет. И сделаем. А, вон, я уже вижу в конце контактную информацию. Хорошая идея, хорошая подача. Приветствую. Ничего себе. Вот это да. Я думал, она хоть поменьше будет. Вот это вообще круто. А вообще, как нравится, будет на самом-то деле... Не, класс. Такой теплый оттенок, сделано, да. На металле, это все, она не как печать идет, это как переноска, оно не идеально, не всегда идеально получается. Офигеть. С рамочкой, чтобы пока учить, получается идеально. Офигеть. Это недавно, наверное. И это все на металле, да? Только что, аккуратненько, ветер может подуть, когда детство на втором, может даже выжить. Ага. Но я хочу, планирую с Китая, планирую с Китая завести хороший металл, там будет один миллиметр, тем металлом можно даже биться. Вообще круто. Вообще круто. А вы когда-то с передачей перегазовка, это специально так или это вы просто так делаете? Не, это я просто. Не, ну есть с перегазовкой, ездят я, не езжу с перегазовкой. Демпфер, да. Ну, фантазик, он такой здоровый. Офигеть. Блин, он такой здоровый. Вот это здоровый? Не, Та не, у меня была до этого, до этого была ZX9R, а тот здоровый. Там белый, он такой белый бак, белый хвост был. Там он вообще массивный такой казался, блин. Не, оно круто вообще. Там девчонку посадишь, там даже пацаны, наверное, больше просятся, чем девки, блин, елки. Да, да, потому что... Ну, да, тут же дело привычки. Самому в любом случае намного комфортнее ездить, чем с кем-то. Ну, ему тормозить там, ну, хорошо, там нет АБС, да, он говорит, тормозить, хорошо. А тут АБС есть? Не, не мог. А вообще, лучше как, с АБС или без? Лучше с АБС, да. Ну, они более плавно тормозят, ну, именно по соотношению торможения, и быстрее останавливаешься, да, то есть, хорошо. Если уметь тормозить, то без АБС и даже можно лучше. Ну, так и там, и там надо уметь тоже привыкать. В общем, ребятки, все ссылочки я оставлю в описании под видео за прикленном комментарии, чтобы вы смогли сделать заказы, посмотреть работы и прочее. Действительно, очень классный подгончик, такая приколюха, вообще, бомба, как по мне. Вы посмотрите на этот закат. Ёптудэй. Вот это красота. Да, вообще, бля, четко. Ради такого заката надо и на заднем проехаться уже. Да? Ну что, друзья, если вам еще не стукнуло 40, то ждите. У вас появится непреодолимое желание купить мототыкал. Купить мототыкал прикататься на них. Боже, такая красота. Но, я думаю, я все донес, рассказал, все эти негативные, позитивные отзывы и прочее. Так что, покупайте, не думайте за какое-либо мнение, ложите хер, потому что на вас хер ложат, делают всякую херню. Живите в свое удовольствие, не думайте ни за что, ни про что. что-то захотели взять, берите, не жалейте денег. На все, что вы тратите там, где вам дает эмоции, это правильная трата денег. Вот и все. И если вы не здесь, то вы нигде. Дяденька, дяденька, вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно. Я ж мужик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!